Русские новости Русские новости. Что читать русскому человеку? Ну, прежде всего, надо научиться хотя бы читать. Надо научиться читать книги. Надо постоянно читать книги. Нормальное существование здравого, здравомыслящего человека – это постоянное чтение какой-нибудь книги или сразу нескольких книг. Я вот предпочитаю читать несколько книг одновременно. Художественную литературу, специальную литературу, философскую литературу. Иногда вообще что-то отвлеченное, не связанное ни с текущей жизнью, ни с профессией, а просто для души. Надо читать, надо читать книги. Вот у меня за плечами малая часть видна той библиотеки, которая скопилась моими усилиями, усилиями моей семьи. Многие книги мне пришлось просто удалить из библиотеки, потому что они уже пережили свое время. Кто-то подхватил всю эту марксистскую литературу, у меня вывез, и, слава богу, она не понадобится уж точно следующим поколениям в моей семье. Если что будет непонятно, я сам объясню и своим детям, и, надеюсь, своим внукам, которые в скорости появятся. Все это в дальнейшем можно будет, по крайней мере, в коротких пересказах объяснить, потому что это не требует серьезных интеллектуальных напряжений. Ну, не нужно читать Маркса «Капитал». Не нужно читать. Это бессмысленное совершенно чтение. В пересказе, да, там можно понять, что за идеи там бродили в головах марксистов, да и до сих пор бродят всякие бредни о возвращении в СССР, и о том, чтобы все опять отнять и поделить, и чтобы частную собственность ликвидировать. Ну, может быть, и личность человеческую тоже кому-то хочется ликвидировать. Но эти люди, которые со всем этим бредом выступают, они обычно ничего не читают, даже ту марксистскую литературу, из которой вот что-то там почерпнули. Я надеюсь, что среди русских будет все меньше людей, которые будут черпать вот оттуда. Из пересказов марксистских учебников в основном оттуда вот все это левачество выползает. Или из произвольных домыслов где-то что-то кто-то слышал. И вот как бы это отомстить своей собственной стране, своему собственному народу, которых, как Бисмарк говорил, не жалко. Если социализм вам хочется построить, найдите страну, которая не жалко. Вот тем левакам, которые используют марксистские догматы и коммунистические выдумки, вот тем надо порекомендовать найти страну, которую не жалко. Вот мне Россию и русских людей жалко, поэтому я категорически против всякого левачества. Ну как и правачество, под которым иногда понимают либерализм. Вот либералы с коммунистами, вот пусть где-то найдут такую делянку, которую будут меж собой переделивать, будут воевать на этой территории между собой. Мы должны выйти из этого. И вот очень интересная книга сейчас готовится к печати. Я рекомендую, как и всю серию, которую в течение многих лет выпускает Владимир Борисович Авдеев. Мой друг, замечательный человек, который вводит в интеллектуальный оборот те европейские тексты, которые либо вообще никогда не были известны русскому читателю, либо где-то на заре 20 века публиковались еще старым правописанием и давно уже забытые. Тексты, которые сейчас готовятся к печати, это такой будет сборник статей, фундаментальных статей под названием «Европейская идентичность». Мне выпала честь написать такое послесловие в виде такой рецензии, размышления. И сейчас вот я читаю, обдумываю эту книгу. Это действительно очень серьезный формат, хотя некоторые статьи написаны еще на рубеже 70-80-х годов. Самая такая поздняя статья из всех – это 2010 год. Тем не менее, это интеллектуальный пласт, который, видимо, и в самой Европе не особенно известен, потому что там предпочитают франкфуртскую школу продолжать, вот все эти леваческие настроения ума, либо праздного, либо просто уже превратившегося в такую рутину. Ну, есть, я не знаю, там, мясники, скотобойщики, есть пахари, есть токари, а есть люди, которые вот шевелят мозгами. Разницы между ними практически сейчас нет. Ну, профессия есть такая, да, вот есть профессия мудреца, да. И можно из любого человека сделать такого производителя мысли. Европейская мысль, конечно, умирает. Если посмотреть научные статьи, написанные в духе американцев, или даже целые книги, то поражаешься рыхлости мысли. Мысли там найти-то бывает достаточно тяжело. Ну, издаются у нас тоже сборники всяких франкфуртских мыслителей. Вот, а те тексты, которые издает Владимир Борисович Авдеев, переводы делает очень качественные, заказывает, смысловые переводы, не просто это какой-нибудь такой технический перевод. Вот, они как раз открывают для нас настоящую Европу, можно сказать, старую Европу, Европу суверенных наций, в которой и мыслители были суверенны от той политической борьбы, которая тоже превратилась в театр, в какую-то рутину. И вот один из инициаторов формирования такой группы интеллектуалов под названием «Семинар Тулле» Пьер Крепс, он как раз открывает несколькими статьями эту книгу и открывает ее предисловием к русскому читателю. Он пишет здесь, «Меня радует, что некоторые вещи воспринимаются с юмором, особенно в такое время, когда, к сожалению, все больше не до смеха становится тем, кому каждый день приходится осознавать, что вещи, которые должны были быть собой разумеющимися, оказываются подавляемыми настолько сильно, что даже одно простое их упоминание сравнивается с выдачей каких-то великих тайн. То есть разоблачение уже давно жизнью разоблаченных догматов европейского либерализма оказывается неким таинством. Для этого должны формироваться такие группы, которые начинают восприниматься как секты, владеющие каким-то тайнознанием или, по крайней мере, имитирующими это, какие-то закрытые сообщества, где что-то там варится и так далее. Да, эти люди готовы выйти на публику, но так же, как и в России, их не пускают. Они предпочитают выталкивать на авансцену средства массовой информации таких догматиков либерализма или коммунизма, левачества, социал-демократии, всего этого бреда XIX века, который подлежит, конечно, интеллектуальному осмыслению, но и отбрасыванию. И это является целью работы настоящего мыслителя. Крепс пишет, Если мы понимаем под тайнами все вытесненное сегодня из массового восприятия или подвергнутой цензуре достижения естественных наук, или учитываем все снова подтвержденные факты новейшей истории, то семинар Тулли теперь, без сомнения, в Европе как раз является большим тайным союзом. Вот я думаю, что русские интеллектуалы, даже не объединяясь, тоже представляют собой большой тайный союз. Это тайна от всей страны, от всего народа, и эта тайна наложена как такая политическая печать ныне действующим режимом. Мыслить в путинской России нельзя, вот просто нельзя. А если ты мыслишь, то место тебе в тюрьме. Или, по крайней мере, суд тебе объяснит, что ты самый настоящий экстремист. Ну, например, нам объяснят, если мы затронем вполне определенный список тем, просто затронем, не то чтобы выдадим какие-то оценки или пути решения, которые кому-то не понравятся, просто затрагивая, например, тему расовых различий, мы попадаем под внимательное изучение со стороны так называемых экспертов, невежд, нанятых этим режимом. И далее организуются репрессии с использованием этих экспертов, каких-то дамочек, только что взятых от студенческой скамьи. Вот я бы сказал, что интеллектуальная деятельность сегодня это вызов нынешнему политическому режиму, что в Европе, что в России. Эти режимы не отличаются ничем, хотя нас все время пытаются соблазнить тем, что мы оказывается такие своеобразные, что нам даже формальная логика не писана. Поэтому мы якобы отличаемся от Европы. Да не этим мы отличаемся. Наша самобытность вообще в другом, о чем люди типа Путина, Медведева и всей окружающей шайки вместе со всякими научными структурами, якобы научными, даже недоступна для понимания. Понимание русской самобытности доступно как раз тем, кому доступна самобытность европейская. Вот кругу Пьера Крепса, в котором как раз проваривается опровержение всей политической системы европейской, но и российской тоже, потому что российская система находится в прямом противоречии с русской историей, с русским менталитетом и даже с русским антропологическим типом, который утвердился на этой территории. Ну так же, как и все европейские, есть, конечно, распределенные на множество подтипов и так далее, европейский тип, тип северного европеоида, который породнился между собой тем, что имел общий менталитет, общие условия жизни, и потом раса формирует культуру, культура формирует расу, одно с другим связано, близкие духовно люди начинают породняться и формируют народ и более широкую общность европейских народов. Вот все это категорически не нравится тем, кто организовал миграционные потоки и затопил и Европу, и Россию. На этот счет, как раз, вот книга «Европейская идентичность», которая говорит о том, что нас просто пожирают, Европа самоотрицается, само ликвидируется, но Россия еще быстрее. Мы об этом знаем. Я надеюсь, что в своей рецензии я как раз и хотя бы коснусь этих вопросов, хотя речь идет все-таки о европейской идентичности, в которую входит в том числе и русская идентичность. Русские всегда считали себя несколько отстраненными от Европы, но даже Достоевский писал «Европа – наша вторая родина». Первая родина – это Киевская Русь, откуда произрастает весь русский род, и даже те, кто считает себя украинцами, на самом деле, являясь русскими, они тоже происходят оттуда. Но одновременно наша вторая родина – это Европа, это источник культурных, исторических, даже военных вызовов, которые формировали русский менталитет. И их друзья-враги, в конце концов, заимствовали что-то друг от друга, и поэтому у нас есть общий европейский менталитет, который никоим образом не может быть отождествлен вот с этими безумиями доктрины прав человека. Здесь, в этом сборнике, будет большая статья Лены Бенуа. Я, кстати, впервые познакомился с этим автором по письменному тексту, именно вот, читая этот сборник, еще не вышедший из печати, но я имею тексты. Вот, кстати, в Википедии какой-то, не просто чудак, а какой-то вредитель, прямо написал, что я там последователь Алены Дебенуа, известного интеллектуала, ну так условно сказать, правого толка, я бы сказал правильнее, традиционалистского толка. Вот якобы у него какая-то там форма расизма, которая вот не переходит определенной грани, поэтому вот он что-то может публиковать. Да вовсе не так, вовсе прямо наоборот. Я не являюсь последователем Алены Дебенуа, потому что недостаточно знаком с его работами, и он не является расистом, а под словом раса традиционно в Европе понимается вовсе не антропологические параметры, и даже не генетические. Это комплекс, биосоциальный комплекс. Вот это и есть понятие расы, а это термин научный, общепринятый. Но у нас вот всякие проходимцы с известными фамилиями, или малоизвестными фамилиями, но звучащими как известные, относящиеся к определенной политической группировке, вот они пытаются создать из всех нас вот некое такое тайное сообщество, недоброжелатели вообще европейской цивилизации, культурности там и так далее. Но они сами люди абсолютно невежественные, бескультурные. Ну, к сожалению, вот общедоступная энциклопедия Википедия захвачена этими негодяями, ну, по крайней мере, в определенном секторе, и это негодяйство формирует совершенно превратные представления. Поэтому, друзья, не читайте Википедию, если она касается вопросов русского народа, европейской идентичности, того, что такое либерализм, коммунизм, статей об известных политиках, или о русских политиках. Все переврано, абсолютно все, вот в этом секторе. В каких-то других вещах, формальных, не касающихся, не влияющих на текущую политику, там может быть все правильно. Но это специально такая деятельность. Ложь перепутывается с правдой, и ложь выдается за правду, вот как бы покрытая такой сладкой оболочкой правды, а внутри ложь. Внутри-то все равно ложь, вы проглатываете сладкое, а организм, ваш мозг убивается вот этим безобразием, которое Википедия формирует вот таким образом. Я прочел большую статью Олены Дебенуа, которая будет в этом сборнике «Европейская идентичность, это великолепное», опровержение доктрины прав человека, которое, впрочем, и русскими интеллектуалами опровергнуто давным-давно, но как бы на русской почве, по-русски и на русском языке, и тоже оказывается, все это где-то куда-то исчезло, это не публикуется, хотя либерализм сейчас вроде как не в чести, его даже опровергают, пытаются опровергать. Я тут посмотрел по телевидению, какой-то фрагментик включил, там Познер с кем-то беседует с каким-то режиссером, и тут неловко, неуклюже что-то там про либерализм негативное попытался сказать. Другая профессия у человека, зачем его мучить этими вопросами? Позовите того, кто знает, что такое либерализм. Пусть либерала позовите, пусть он расскажет, пусть разоблачится перед всей страной. Ну нет этого. Специально это вот ложь. Ложь, которая закручена вот так, чтобы еще и словами достойного человека дискредитировать саму критику либерализма. Вот, пожалуйста, вот статья Алины Дебинуа, вы сможете прочитать. Доктрина прав человека, насколько она нелепа. С самого ее основания. Даже, может быть, она когда-то на уровне Руссо еще имела какое-то интеллектуальное оправдание. Сейчас не имеет вообще. Вот эту книгу, она, я надеюсь, выйдет в ближайшее время, наверное, в начале следующего года. Европейская идентичность. Издательство «Белые альвы», как я понимаю, собирается ее выпустить. Вот я обязательно упомяну о том, что эта книга вышла из печати и скажу, где ее можно будет купить, заказать. Очень рекомендую для интеллектуалов. Для людей, которым пока еще трудно читать такую вот литературу сложную, сложный философский, политологический, политический текст. Я предлагаю читать все-таки русских писателей, даже если это не такие вот последователи романов. Романы уже все написаны. Как-то надо по-другому. Вот ближайшие соратники ваши, вот люди, которых вы знаете, выпускают какие-то книги. Ну, начните их читать. Вот тех, кого вы знаете. Вот вы увидите какую-то грань личности этих людей, их размышления, с какой-то стороны вы заметите то, что, может быть, не замечали в личном общении. Я хочу представить книги Александра Холина, с которым я познакомился не так давно, но он активно включился в деятельность нашего русского национального фронта. И вот две книжки, которые он мне подарил, я представляю. Одна книжка, это такие-таки приключенческие, вроде бы, приключенческие романы, беглец из Кандагара. Вот эта книжка. Вот, выпущена она в 2015 году, издательство, нет, даже в 2016 году, в этом году, издательство Вечи. Александр Холин, беглец из Кандагара. Написано «Военные приключения». Меня очень заинтересовал стиль этой книги, это как будто бы множество произведений разнородных, которые связаны с прошлым, будущим, с оценками какими-то, может быть, даже фантазиями. И все это объединено в такой занимательной приключенческой форме, с какой-то мистикой, фантастикой, с погонями, перестрелками. А на самом деле в текст включены содержательные тексты, касающиеся религии, касающиеся мистики, религии разных народов, истории, какие-то фрагменты произведений такого философского плана, высказывания многих мыслей. Если вы не можете освоить, например, целиком какую-то философскую книгу, никогда не читали, но, наверное, надо пытаться осваивать некоторый круг идей, может быть, в поверхностном виде, в такой вот занимательной литературе. Это довольно большая книжка, и, в общем, читать ее придется, наверное, если не торопясь, то пару-тройку недель стоит прочесть. Вторая книжка, сейчас посмотрю, когда она выпущена была, это 2015 год, вторая книжка, это Александр Холин, «Дневники сына человеческого» или «Хроники кумранских манускриптов». Вот такая книжка. Название кажется таким, может быть, научным, про кумранские свитки многие, может быть, даже не слышали. Вот это, можно сказать, самые ранние письменные свидетельства о Христе, о христианстве, которые толком и не исследованы, потому что спрятаны. Американские скупщики этих манускриптов, они, можно сказать, их засекретили. Практически эти тексты известны только во фрагментах, хотя найдены они уже давным-давно, а перевезены в основном в Соединенные Штаты более полувека назад. Вот скрывается содержание этих текстов, ну или хотя бы фотокопии их могли бы где-то опубликовать, пусть даже не расшифрованные, не реставрированные, но они были бы доступны для людей, которые могли бы подумать, что же там написано, могли бы заняться ученые разных стран расшифровкой этих манускриптов, но нет, все попрятано и превращено в тайну. Вот где настоящая тайна. Вы хотите прикоснуться к тайне прошлого, к тайне ключевой мировой религии? Нет, вам это не позволят, потому что это очень опасно для действующих олигархи, знание правды людьми и даже, пусть даже узким кругом интеллектуалов это непозволительно, но точно так же почему у нас сейчас закрыты архивы. Президентский архив, который поглотил архив Красной Армии, недоступен. Почему? Не надо вам знать правду о революции, даже о революции, гражданской войне, вроде бы сто лет прошло, нет, все равно нельзя вам знать правду, потому что если вы ее узнаете, вы поймете, насколько вот те люди, которые себя считают правителями, и многие из нас их считают правителями, являются просто самозванцами, просто проходимцами, ну, я не знаю, уличной шпаной, которая забрела в Кремль и его оккупировала. Александр Холин, поэт, прозаик, драматург, автор 16 романов, член своего за писателей России с 1986 года, главный редактор интернет-журнала «Атаман», председатель комиссии по защите прав писателей-инвалидов. В литературе, музыке и искусстве предпочитают историю, мистику, связь с зазеркалием. Вот отчасти о зазеркалии он и пишет. И вот это переплетение сюжетов древних, современных через концепцию зазеркалия, то есть как бы человек, переходя в какое-то определенное состояние, вдруг оказывается, если не участником, то зрителям тех событий, которые обошлись в прошлом без него. Это события много тысячелетней давности, которые отстоят от нас так далеко, что мы о них мало что знаем. Ну вот писатель своим талантом пытается изобразить эти картины, так как они ему привиделись, как будто он тоже в это зазеркалие проник. Вот эти две книги Александра Холина, я думаю, что и остальные книги его обладают теми же самыми достоинствами, отчасти развлекательный сюжет, который включает в себя очень много полезной, интересной информации, мыслей, философских доктрин, концепций, причем не упирающихся в какую-то одну концепцию, а вот разнообразных и разнородных, и культурно даже разнородных, чтобы человек мог охватить взглядом, пусть таким беглым, всю палитру существующих интеллектуальных концепций, религиозных концепций, все богатство, мысли человека о сущности своего существования, о смысле своего существования. Большая проблема, чтобы автор и читатель встретились, потому что сегодня стоимость книжки, ну, скажем, развлекательной книжки, может быть, там 200-300 рублей, а книжки интеллектуальные, это уже рублей 500-600, неподъемно для того, чтобы человек мог регулярно покупать такого рода литературу. А писателю надо на что-то жить, к сожалению, так устроена экономическая модель в современной России, что книги писать и публиковать очень невыгодно, очень невыгодно, то есть труд, скажем, годовой интенсивный труд приводит к тому, что ты даже не можешь опубликовать то, что там фундаментальное какое-то сочинение. Вот сейчас я уже имею в своем письменном столе не опубликованных более 10 книг, причем это не какие-то маленькие книги или то, что пишется так, взял и с головы да написал. Нет, это серьезный интеллектуальный труд с большими усилиями, с поиском информации, с осмыслением. Вот я надеюсь, что в следующем году или, может быть, в конце этого начнется выпуск серии книг под названием «Реконструкция», начиная с реконструкции Троянской войны и кончая до работы, связанной с первыми римскими императорами. Ну вот эти реконструкции истории, не литературно-художественные, а именно научные реконструкции, я надеюсь, представить внимание читателей в издательстве «Книжный мир», издать всю эту серию. Довольно рискованное предприятие, тем более, что очень много иллюстраций в этих книгах. Если это желание останется устойчивым, то, я надеюсь, хотя бы 2-3 книги в следующем году выйдут. Ну, а всего, я думаю, что в этой серии я еще успею написать не меньше десятка книг. И книги – это не по 100 страниц, а по 300, 400 и более. То есть это основательные исследования исторической реконструкции. А вот где публиковать книги, которые политизированы, которые боятся выпускать издательства, потому что в них много того, что называют нетолерантным. Ну, нетолерантным прежде всего к нынешнему политическому режиму. Я нашел один электронный формат, где я могу издать, но неизвестно, как получится, дойдет ли это электронное издание до читателя. Потому что, когда я ставлю за электронное скачивание стоимость в свою пользу 25 рублей, ну, представляете себе, книжка стоит 25 рублей с точки зрения автора. С точки зрения издателя, электронной версии этой книги, она будет стоить уже 100 рублей. Четыре раза дороже. Ну, те, кто читают электронные книги, смогут скачать. Вот я сейчас поставил в этом издательстве, и они сейчас модерируют, вообще еще подумают, а можно ли публиковать эту книгу. Она называется «Карательная экспертиза», куда я включил свои экспертные исследования последних лет по поводу судебных процессов против известных людей. Владимира Квачкова, его соратника, Юрия Екишева, писателя, поэта Николая Боголюбова, эколога Валерия Бринеха и другие, где как раз показал, как с помощью экспертов, так называемых специалистов, которые специалистами ни в чем не являются, даже в тех профессиях, которые обозначены в них дипломах, расправляются с русскими интеллектуалами, русскими политиками, русскими мыслителями, русскими общественными деятелями. Вот эту книгу, она там получилась почти 350 страниц, так я думаю, что если бы это обычное издательство издавало, может быть, и более компактно, все было бы, но поскольку там есть определенные правила форматирования текста, то вот какой вышел, такой вышел. Вот даже в мягком переплете эта книжка, если вы захотите ее распечатать, просто распечатать, она будет стоить под 800 рублей. То есть это ужасно, конечно, ужасно. Ну, для того, чтобы она стоила меньше, надо, чтобы тираж был, ну, скажем, тысячи или две тысячи, но издательства не берутся. Мы переходим в такие условия, когда книга становится штучным товаром. То есть, если вы ищете определенную информацию, вы в конце концов сможете с помощью электронных средств эту информацию найти и сможете для себя ее распечатать в виде книги и использовать вот в бумажном формате, если вам это интересно. Но это стоит очень дорого. То есть сокращается читательская аудитория стремительно. И буквально, вот скажем, книгу я этого публиковал, может быть, она заинтересует, вообще может теоретически интересовать, но может быть несколько сотен человек, как я предполагаю. Вот если она почему-то вдруг не станет популярной, а с чего бы ей стать популярной? Как популяризировать эту книгу? Этих механизмов пока нет, но может быть они появятся в будущем, когда электронная форма печати книг будет более распространена. Пока все-таки надежда на то, что книги будут в печатной форме, в бумажной форме распространяться через книжные магазины, люди будут ходить, перелистывать и покупать. А вот эта электронная форма, к которой я обратился, я думаю, что я туда загружу по возможности все те книги, которые сейчас издательство самостоятельно боятся выпускать, боятся, что реквизируют тираж, возбудят уголовное дело, как против издательства «Алгоритм» возбудили заизданную еще когда-то книжку Владимира Квачкова. Боятся. Поэтому придется политическую литературу выпускать вот таким образом. Да, это будет очень дорого, но электронный формат будет доступен, и я, как только эти книги будут выходить, буду сообщать о том, где можно их скачать, по крайней мере, в электронной форме, потому что там будут соответствующие ссылки, вы сможете эти книги, по крайней мере, те, которые буду выпускать я, приобретать в электронной форме по сходной цене, ну вот, скажем, там, 100 рублей. А что касается бумажных книг, ну, те, кому не жалко будет вот таких денег, которые, кстати, автору не приносит практически ничего, ну, скажем, если книга стоит 800 рублей, то автору из нее достанется рублей 100. Вот, но представляете себе, сколько надо продать книг, чтобы жить на авторских гонорарах даже вот в этом случае. То есть, это пока еще невозможно. И при том, что у меня там будут написаны и выложены десятки книг, это вовсе не означает, что эти книги будут продаваться и что я действительно начну какие-то гонорары получать. Но есть долг интеллектуала, коль скоро определенное поле смыслов освоено, оно должно дальше расширяться, превращаться в какие-то труды, доступные тем, кому это интересно. Я надеюсь, что вот эта аудитория все-таки появится наконец, после чудовищного провала 90-х и 2000-х годов, появится аудитория, которой это нужно. Интеллектуальная традиция тоже должна приобретать своего читателя, заинтересованного в том, чтобы русские не утратили смысл существования своего народа и вообще человечества в целом. смысл существования отдельного народа или смысл существования отдельного человека или же это смысл прежних эпох. Все это должно нас интересовать как людей любопытных и неленивых. И таковые люди действительно достойны того, чтобы забрать власть в своей стране и интеллектуалы высшей пробы должны действительно править Россией. Пусть даже весь остальной мир будет управляться олигархиями, в России должна быть национальная власть и первые шаги, которые в эту сторону делают те люди, которые приходят 4 ноября на русский марш Русского национального фронта. На него я приглашаю 4 ноября. Скорее всего это будет Октябрьское поле. В 13.00 надо уже там быть. И желательно именно в 13.00 потому что в течение часа проходит сбор участников. Потом полиция перекрывает доступ в колонны и в дальнейшем просто препятствует тому, чтобы люди могли присоединиться. Поэтому в час на Октябрьском поле 4 ноября русский марш Русского национального фронта и тех, кто к нему присоединится, кто готов будет совместными усилиями подготовить эту ежегодную политическую акцию русских национальных организаций. Слава России! Редактор субтитров А.Семкин